Друзья, в начале ролика хочу обратиться к вам и сообщить вам, что я обращаюсь с вами вежливо и корректно. Я уважаю каждого из вас. Заходя ко мне на страничку, уважайте также и меня. Если кто-то, заходя на страничку, хочет в силу своего характера подгадить, принести ведро с помоями. Друзья, такого человека я сразу блокирую. Не обессудьте, но если вы хотите продолжать слушать мои ролики, то не приходите с помоями. Приходите с радостью, с ведром, с яблоками, в конце концов. Доставляйте радость и показывайте свой ум. Показывайте, насколько вы можете рассуждать, насколько вы грамотны. Но не пытайтесь оскорбить никого в комментариях. Еще раз повторяю, всех, кто заходит с агрессией на мой канал, я блокирую. Вы лишаете себя таким образом возможности меня слушать. Я делюсь с вами знаниями и прошу от вас вежливости, взаимопонимания и контакта. Вежливого, который принес бы и вам и мне удовлетворение. Я с вами Таня Карацуба, Сеидбурхан. Думаю, друзья, то, что я встретила на просторах интернета, вам тоже будет интересно узнать. Как узнать, прослушивает ли ваш телефон или нет? И отвечает хакер, друзья, поэтому я вас решила познакомить с тем, как отвечает профи на данный телефон. Он пишет, что не будет новостью, что наши телефоны прослушиваются. И как узнать, прослушивается ли именно ваш телефон или нет? И если да, то как отключить эту прослушку, что очень важно, друзья. Итак, давайте приступим. Я вам сейчас зачитаю, покажу, как это делается. Узнать это можно с помощью специальных кодов, комбинаций клавиш, которые позволяют узнать, происходит переадресация на другой номер или нет. Если переадресация включена, то значит, кроме вас, одновременно разговор передается еще и на другое устройство. Проще говоря, вас прослушивают друзья. Итак, вводим на телефоне код, звездочка, решетка, 21, решетка. Нажимаем «Вызов». После чего высвечивается вот такое окошко, которое показывает, переадресовываются ли ваши данные, звонки, смс и прочее, где написано «Переадресация вызова при любых условиях». Голос не переадресовано, данные не переадресовано, факс не переадресовано, смс не переадресовано, синхронно не переадресовано, асинхронно не переадресовано, пакет не переадресовано, пэд не переадресовано. Вы видите, то есть вот должны быть расшифровки каждого данного, то есть или голосовое сообщение, или смски, или же данные ваши, переадресованные или нет. Вот так вы увидите после набора этих кодовых цифр. Если ваш телефон прослушивается, то везде будет написано «переадресация». Тогда нужно сделать так, друзья, следующим образом, и будьте внимательны. Я думаю, что у многих у вас, особенно те, кто живет в городах, прослушка обязательно. Поэтому сделаем так, друзья. Вводим следующий код, который отключает эту прослушку за вами. Делаете, набираете решетка, решетка, 002, решетка, и также жмете вызов. Если вы ввели все правильно, то выйдет сообщение о том, что все переадресации успешно удалены. Должно быть написано «переадресация вызова», «неполадки подключения» или «неверный код ММАИ». Все для всех базовых услуг. Окей. И еще один полезный совет, друзья. Один полезный код, с помощью которого вы сможете заблокировать телефон, если у вас его украдут. Вводим звездочку, решетку, 06, решетку, и на экране выйдет IMEI вашего устройства. Сфотографируйте его или запишите. И если у вас украдут телефон, то через полицию вы сможете его заблокировать. Действуйте, друзья. Никогда не сидите, сложа руки, и не думайте, что «ну что же теперь делать?» Ну, раз слушают, пусть слушают. У меня нет секретов. Друзья, у вас нет секретов. Но зачем вам о себе тарахтеть всему свету? Вы не знаете, что могут использовать спецслужбы для того, чтобы взять вас в публичный дом, заставить вас продать свою почку, заставить вас отдать своего ребенка на рассление. Вы не знаете, что могут сегодня придумывать спецслужбы. Поэтому будьте внимательны и попробуйте набрать все эти цифры, все эти коды. Конечно, друзья, и коды, и цифры. Все меняется. Через сколько-то месяцев может все это рухнуть, и будет что-то новое. Потому что, я думаю, они не стоят тоже на месте. Они тоже действуют. И поэтому мне бы хотелось, чтобы вы все время себя обезопасивали, пытались делать что-то для себя. Никогда не складывайте руки. Никогда, друзья. Это ваша жизнь. И вам за ней следить. Дяде, она нужна только в той мере, чтобы из вас выкачать какие-то деньги. Если вы думаете, что ваши копейки, ваша пенсия никому не нужна, то вы в этом глубоко ошибаетесь. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Нажимайте кнопки, друзья, и будете в безопасности.